Всех приветствую на канале БСН Клабриди. Я продолжаю съемку коротких обучающих видеороликов среднего уровня трюков. И в данном видео мы с вами будем рассматривать и учиться трюк под названием Backhand Fun. Выглядит он у нас следующим образом. И сейчас, собственно, переходим к slow-mo и дальше объяснение. Итак, теперь переходим к самому объяснению Backhand Fun. Собственно, как он выполняется? Нож мы держим в перевернутом положении, обратным хватом. Безопасная у нас в руке. Вообще его можно выполнять за любую рукоять, но на момент обучения я советую делать это именно за безопасную. Собственно, что вы должны сделать? Вы отбрасываете опасную рукоять от себя и закидываете ее на тыльную часть ладони. Вот сюда. Вот именно в это место на тыльную часть ладони. Вот таким движением. После этого пальцы с рукой у вас оказываются вот в таком положении. И все, что вы должны сделать, это всеми пятью пальцами закрутить нож против часовой стрелки, то есть вправо. Вот таким образом. То есть закинули и прокрутили. Чтобы легче вам было его прокручивать, вам нужно немножко в момент того, как вы начинаете крутить нож, то есть в момент закрута, потянуть кисть, да, именно полностью с рукой на себя, немного на себя. Тем самым вы просто увеличите инерцию и вам будет, естественно, легче прокрутить фанинг. После этого вы оказываетесь вот в таком положении, из которого есть куча самых разнообразных выходов, самым легким и простым, из которых у нас является Zenro Lawyer, который выполняется у нас вот так. И после этого, по сути, трюк можно считать законченным. Собственно, сейчас я расскажу про небольшие какие-то ошибки и моменты, которые вам могут немного облегчить обучение. Первая, естественно, самая распространенная ошибка, которая является, по сути, аксиомой любых фанингов, это у нас расслабленные пальцы, да, то есть бэкхенд фанинг абсолютно не сильно сложнее, чем обычный бэйсик фан, потому что он выполняется просто в перевернутом положении. По сути, бэкхенд фан это просто перевернутый бэйсик фан, вот и все. И если у вас здесь будут расслабленные пальцы, то ничего вам мешать не будет прокрутить нож. Если же вы пальцы будете напрягать, то сразу фанинги у вас не будут крутиться, либо будут не докручиваться, либо биться, ломаться и так далее. В общем, ничего дельного из этого не выйдет. Если же вы расслабляете пальцы, у вас сразу все получается. Собственно, еще один немаловажный момент в том, что очень часто новички ломают плоскость на бэкхенд фанинге. Бэкхенд фанинг должен выполняться вертикально, то есть нож у нас вращается по вертикальной оси, вот так. Но новички очень часто спешат и делают его в горизонтальной оси, вот таким образом. Они закидывают нож вроде на тыльную часть ладони, но при этом не разворачивают кисть кверху, то есть не делают вот так и крутят его вот здесь. Это выглядит не очень красиво и в принципе это не совсем правильное и корректное исполнение, поэтому я советую учиться вам сразу, естественно, правильно. Закидываем нож именно на себя и крутим его в вертикальном положении, да, то есть вот в таком, не вот так. Это тоже очень важный момент. В принципе, как бы на этом все какие-то моменты и ошибки, которые могут вам помешать в обучении, я озвучил и на этом можно закончить объяснение этого трюка. Также забыл добавить один безумно важный момент, который мешает в обучении бэкхенд фана абсолютно всех новичков, которые начинают его учить и заключается этот момент в высоко задранном локте. Объясню, что я имею ввиду. Когда вы закидываете себе бэкхенд фан на тыльную часть ладони и стараетесь его прокручивать, очень часто все новички сталкиваются с такой проблемой, что рукоять начинает биться либо о кисть, либо о руку и как раз таки это проявляется из-за высоко задранного локтя, да, то есть когда вы сильно задираете и поднимаете локоть вверх, рукоять у вас просто не может здесь физически пройти и начинает бить вас либо по кисти, либо по руке и, естественно, у вас фанинг ломается, поэтому обязательно держите во внимание то, что локоть нужно держать с небольшим приподнятием, так сказать, вверх, да, то есть как бы он либо идеально горизонтален, либо чуть-чуть, совсем немножко задрат вверх. Не нужно делать вот таких движений, потому что бэкхенд у вас просто здесь не закрутится никаким образом. Что ж, на этом мое видео подходит к концу. Надеюсь, что ракурсы и объяснения, которые были показаны в этом видео, помогли вам выучить этот достаточно несложный фанинг, который в дальнейшем очень сильно пригодится вам в разноображении ваших комбинаций и очень сильно скрасит ваш пул трюков. Собственно, на этом у меня на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите комментарии. Я все прочту на все отвечу и всем хорошего дня!